Каждый вечер с завидным постоянством, невзирая на погоду в стенах малого спортивного зала школы номер 18, звучат голоса и слышны удары. Это территория волчьего логова. Именно здесь заборские мальчишки становятся волчатами. Конечно же в переносном смысле этого слова. Пришел Григорий ко мне 10 лет назад в 2006 году, чтобы рассказать о том, что он любит заниматься спортом, ему нравится привлекать к этому детей, давать спортивный заряд бодрости детям и учить чему-то ему. То, что действительно в нашем городе не хватает спортивных площадок или зданий, помещений, он обратился в школу. Наша школа действительно центральная, будем говорить, в Пушкинском микрорайоне. Здесь очень много домов вокруг нас. И он пришел ко мне. Марина Александровна, нельзя ли на вашей базе организовать секцию тогда тайского бокса? Зная нашу проблему, что дети действительно в вечернее время не заняты ничем, как правило, только гуляют, пойти им некуда. На первый поселок это далеко, с Пушкинского микрорайона. Поэтому, чтобы дети не болтались, потому что все наши секции, кружки до пяти часов, а после пяти они в свободном полете. Поэтому я, ну как эксперимент, мы с ним давайте попробуем, будут ли ходить дети, будет ли им это интересно. Я дала добро. И вот, как вы уже сказали, 10 лет, вот это, давайте попробуем, все продолжается. Никаких проблем нет, никаких, будем говорить, не хулиганских действий со стороны детей, или там, например, там и взрослые ведь у нас занимаются. Поэтому у нас, наоборот, даже спокойно. Если вечером есть Григорий Юрьевич со своей группой ребят, значит в школе порядок. Профессиональный бойцовский клуб «Волчье логово», созданный его идейным вдохновителем Григорием Ивановым, еще в 90-х годах, сегодня объединяет в одну семью ребят разных возрастов, являясь для них, в буквальном смысле, вторым домом. Последние 10 лет, несмотря на тяжкие и зачастую изнурительные тренировки, здесь царит по-настоящему теплая и домашняя атмосфера. За долгие годы существования слава клуба вышла далеко за пределы не только городецкого района, но и всей России. На общерайонных, областных и всероссийских соревнованиях воспитанники Григория Иванова завоевывают заслуженные победы в различных категориях. В стенах «Волчьего логова» мальчишки вырастают сильными мужчинами, развивают в себе выносливость и уверенность в любой ситуации. Расскажи вообще о себе. Давно ли ты ходишь в эту секцию? Семь лет, с пяти лет занимаюсь. Я сначала ходил в футбол, но потом родители решили мне отдать тайский бокс для самого раны. Ты сам хотел? Да. Расскажи о своих наградах. Я смотрю, тебе о кубке, медали. Когда ты начал побеждать, получить награду? Ну, лет с десяти. А последнее твое соревнование, ты помнишь, где ты участвовал? Ну, куда ты последний раз ездил? В Нижний Новгород. Тоже Нижний Новгород. Что-нибудь привез? Грамоту. В секцию я хожу с семи лет. Пять лет я хожу. И что ты за эти пять лет достиг? На какие соревнования ездил? На Нижегородский, Московский, в Таиланде, в Сочи, на первенство в России. А вот в Таиланде ты какое-нибудь место занял? Ну, да. Первый бой я проиграл, второй выиграл. Расскажи вообще про этот вид спорта. Как ты вообще понимаешь, что это тайский бокс? Что это для тебя? Для меня это серьезный спорт. Где участвуют все и руки, и ноги, и колени, и локти. Что ты за эти пять лет вообще получил? Большой опыт в этом виде спорта. Ты дальше будешь продолжать вообще заниматься? Да, конечно. Что ты планируешь в будущем? Какие-нибудь награды получить? Хотелось бы достичь массы спорта. Ну, я занимаюсь давно, но с большими перерывами, скажем так. И сейчас я занимаюсь, ну, где-то года три. Угу. Последние постоянно? Да, 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 скажем так. Угу. А как помогаете клубу? Как помогаем? Что Григорий Юрьевич просит. В меру силы возможностей. Помогаем. Как? Транспортом, финансами. Править кого-то на соревнованиях. Билеты купить. Ну, морально поддерживаем. Угу. Сами где-нибудь участвовали в каких-нибудь соревнованиях? Ну, нет. В открытых рингах только, таких любительских. У вас сюда ребенок не ходит? Нет, у меня девочки. Что вы девочеку не приведете? Ну, другие интересы. Они больше на папу глядят. Им нравится. Первым не нападай, защищай себя и других. Это особая философия, преподаваемая главным тренером клуба, всем без исключения ученикам. Идейный вдохновитель и создатель волчьего логова Григорий Юрьевич Иванов, главный тренер клуба, преподает тайский и бирманский бокс, ММА и рукопашный уличный бой. Меня зовут Иванов Григорий Юрьевич, я профессиональный тренер по единоборствам. Увлечение пришло рано, лет, наверное, шести. Сначала это были классические виды спорта, как самбо, дзюдо, потом добавились бокс, потом добавилось карате, оно стало популярным. Потом основная специализация была в визу-джитсу, потом перешли на тайский бокс. И вот сейчас параллелим тайский бокс со смешанными единоборствами. Вот такой короткий путь, на который потребовалось где-то 40 лет жизни. Преподаватель начал с 18 лет, то есть сейчас где-то это около 23-24 лет. То есть сначала это были любительские тренировки, потом превратились в профессиональные. В основном специализации это маленькие дети, по рядам причин. Во-первых, город такой специфический, взрослых как бы нет. В основном дети это 10, 12, 13, 15 лет. Мы набор никогда не прекращаем, единственное, мы только требуем, чтобы ребенок более-менее нам соответствовал. Если он не соответствует, мы как-то отдельно с ним занимаемся, подтягиваем и опять плавненько выливаем в группу. Самый главный принцип – не навреди, потому что сломать очень легко. Ну, сами понимаете, все-таки серьезные нагрузки. Будущим спортсменам пожелаю одного – вести здоровый образ жизни, хорошо учиться, слушаться маму, папу и вырасти достойным гражданином нашей Великой Родины. Вступая в клуб победителей, мы научим побеждать. Таков девиз бойцовского клуба. Поэтому, родители, если вы задумаетесь, чем занять своего ребенка в свободное от учебы время, обратите внимание на профессиональный бойцовский клуб «Волчий логово». Ребенок у меня уже два с половиной года занимается, я на полгода поменьше. То есть два года. Сначала ребенка привели. Да, да, меня это так зажгло, вот эта вот атмосфера, вот вообще коллектив, люди здесь, что я стала ходить в Месси. Ребенок уже каких-нибудь достиг высокого? Ребенок очень много достиг. Я считаю, что, причем не только в спорте, но благодаря секции он как бы везде у меня успевает, везде все может. Ну а в спорте, естественно, с таким трением это неудивительно. Ну, «Волчий логово», во-первых, всех пугает, да, на самом деле название абсолютно мирное, абсолютно хорошее. Вспомните, мы говорим, да, именно волки приютили потерявшегося в джунглях ребенка. Примерно такой же смысл и в «Волчьем логове», да, современное время, где преступность, наркотики. Мы как бы принимаем детей, чтобы дети были защищены и дети росли нормальным, достойным человеком. Редактор субтитров А.Семкин